Закончила Приморский сельскохозяйственный институт в 1988 году. Я поступила во Всероссийский заучно-финансово-экономический институт на отделение финансов и кредит. Закончила заочное отделение в 2005 году у меня был дипломный выпускной проект на тему Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. Прогнозирование финансовой деятельности НПФ Сбербанка. В 2005 году, когда я его закончила и успешно изучила проект, я задалась вопросом, что же дальше, куда можно применить свои знания. В Москве было очень сложно с работой, и я решила, что нужно было развить свои знания, познания, углубить в процессе своей дальнейшей деятельности научными. И обратила внимание, она зашла случайно совершенно на сайт Центра стратегических разработок неконечательных предприятий. И там была ссылка на Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. И, значит, как-то посмотрела, смотрю, что, в принципе, там углубленные очень-таки познания по прогнозированию, и там как бы уже совершенно другая сфера деятельности экономика, макроэкономика, отраслевое развитие. Ну, и я вот так вот поступила туда в аспиратуру, конечно, было немного сложновато, вот, потому что, в принципе, они при поступлении требуют совершенно другой объем познаний, нежели нам преподавали в Институте, даже во втором. На нации кредит, там были совершенно другие познания, хотя мы тоже проходили экономико-математическое моделирование, вот, на основе которого строится процесс прогнозирования. Вот, поступила и начала работать над этой темой. Прошла через несколько этапов за этот период, начиная с 2005 года по 2019 год, процесс развития, потом процесс финансового кризиса, и сейчас опять идет процесс восстановления экономики. Вот, поэтому мой анализ системы Негосударственного Пенсионного Фонда будет взаимосвязан именно вот с этим процессом. Процесс развития, кризиса и опять дальнейшего развития. Вот, еще будет в докладе рассмотрен, значит, взаимосвязь, каким образом финансовый рынок, к которому относится система Негосударственного Пенсионного Фонда, взаимодействует, по каким аспектам она взаимодействует с агропромышленным комплексом, и наоборот, каким образом агропромышленный комплекс участвует в системе НПФ и вообще в финансовой системе России. За очень хороший вопрос, который будет задан в процессе, я вам вручу, мы устроим такой небольшой корпус, я вручу журнал нашего института. Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Он был создан в 87-м году на базе Центрального Экономико-Математического Института. Вот, но потом, вы знаете, что начались совершенно другие процессы, тогда была плановая экономика, на базе нашего института очень много знаменитых ученых работало. Вот, может быть, вы знаете, даже сейчас вот в Юрген, МДМ-банк раньше был по финансовым рынкам. Паден Леонтьев, он разработал межстраслевой баланс в нашем институте, потом продолжил исследование в США. И сейчас, значит, на базе его модели межстраслевого баланса функционирует вся мировая экономика. То есть мировая экономика, как вы посчитаете, межстраслевые связи, межстраслевый баланс. Вот, господин Некрасов, Иван ТЭР. Вот, моим руководителем является Сергей Николаевич Македонский, он разрабатывает прогнозы по бюджетному планированию. По планированию бюджета и небюджетных фондов, консилизированный бюджет. Вот, какие номеры с вами сейчас давайте посмотрим, что он начнет. Вот, кстати, французский юрбинаймист и социолог Жак Сапир является в нашем институте очень давным. Это не то, что по следователям, а как бы он тоже параллельно работает. Вообще, значит, прогнозистов в мире достаточно ограниченное количество, которые оперируют вот такими вот познаниями, как Жак Сапир и многие наши коллеги. Поэтому, для того, чтобы стать прогнозистом, надо очень много изучить науку. Это не только макроэкономика, там, допустим, или миниэкономика. А тут еще надо знать такие простые вещи, как человек поведет себя в определенной ситуации. Вот, в частности, мы прочитали, что он утверждает, что экономические системы западных стран функционируют не в соответствии с логикой рынка, а как комбинацией рынка, организации, сетей и администрирования, которые по-разному сочетаются в конкретных географических и исторических условиях. От себя добавлю, что в России только человек является главным идеологом и распорядителем данной комбинации индивидов. Да, у меня настоящая профессия в следовании национальной экономики России. Пожалуйста, кто пожелает, может поступать в логашок в первом турнире. Значит, в программе будет рассмотрен кратко процесс прогнозирования финансовой системы России. Система НПФ как экономическое понятие, обзор передового опыта накопительных систем, система НПФ на современном этапе развития, анализ взаимосвязи системы НПФ на различных экономических уровнях, АПК, Приморского края, персональных финансов человека. Ну, это, конечно, все очень просто. Сейчас мы имеем ту экономику, которую создали. Современная российская экономика относится к переходному типу экономики, ориентируется в своем развитии на либеральную модель рыночной экономики. Значит, сейчас у нас идет развитие инновационного типа экономики. Ну, значит, как бы уже считается, что учеты считают, что у нас уже есть создана рыночная экономика, но еще нам предстоит развивать некоторые институты. Значит, что нам необходимо сделать? Следует и далее развивать концепции либерального рыночного государства. Предусмотреть концепции или возможности развития дальнейшей модели развития экономики. Ну, вот ученые-прогнозисты уже работают над прогнозами третьего тысячелетия. Уже как бы есть даже такие некоторые скидки. Я читала литературу, уже как бы разрабатывается экономика третьего тысячелетия. То есть, как будут работать институты? Какие-то институты, возможно, ликвидируются. Какие-то добавятся. Ну, в общем, как бы идет еще научный спор. Некоторые даже считают, что, может быть, даже ликвидировать нам денежную единицу рубль в денежную единицу, а поставить энергетическую единицу. Потому что все мы знаем, что будет, возможно, в скором энергетический кризис, не за нехватки и так далее. Поэтому разрабатываются различные варианты. Сейчас идет какой? Индустриальный или постиндустриальный у вас развитие, ребята? Постиндустриальный. Молодцы. Постиндустриальный, правильно. Постиндустриальный сектор. Мы понимаем за развитие обрабатывающих производств. Мировая экономика. Макро – это у нас национальное хозяйство. Мезо – это отраслевой подход. Микро – это уровень предприятия. Мини – это уровень, ну, тоже уровень. Микро – это тоже отраслевой, как было отраслевой на региональном уровне. И мини – это уровень человека и уровень предприятия. вот таким образом трактуется экономический подход к развитию для чего это надо? это надо для того, чтобы обеспечить не только с точки зрения развития макроэкономики или экономики предприятия, но также необходимо посмотреть как, допустим, средние показатели будут действовать на человека или, наоборот, как человек будет пользоваться в какой-то определенной ситуации благами экономики какие он предпочтет, допустим товары, продукцию, но вы тоже изучаете по сельскому хозяйству вот это, конечно, очень обширная область знаний, анализа она требует очень много знаний по экономике, в частности при разработке прогнозов как раз используются вот эти все подходы допустим, для того, чтобы разработать прогноз надо, скорее, сделать ретроспективный анализ, как видите, отрасли или какого-то индивида при разработке прогнозов структуры народного хозяйства давайте остановимся на макро подходе, да она рассматривается в двух аспертах производственного и функционального может быть, кто-то скажет, что такое производственный и функциональный подход к макроэкономике кто вас. производственный это у нас отраслевой разрез экономики то есть вся экономика делится на отрасли функциональный разрез это когда мы высчитываем показатели показатели уже непосредственно для отраслевой экономики воловой внутренний продукт, воловой региональный продукт конечное потребление, промежуточное потребление и так далее вот эти все показатели, они относятся к функциональному разрезу экономики То есть мы можем убрать отраслевой разрез и рассмотреть только в функциональном или, наоборот, только в производстве. А взаимосвязь с функциональной отраслевой структурой экономики уже состоит в том, как функциональный элемент конечного продукта состоит из продукции тех или иных отраслей. То есть когда мы уже используем два подхода, у нас уже идет рассмотрение и в отраслевом, и в функциональном разрезе. Да, развитие человека с точки зрения мини-экономики является важным аспектом в условиях глобальных проблем, которые влияют на доступ к образованию, базовое медицинское обслуживание питания, возможности трудоустройства. Какие ключевые проблемы развития человека? Они простые. Прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести знания, иметь доступ к ресурсам. Конечно, этот доступ к ресурсам зависит от непосредственного потенциала человека. Опять же я говорила, что потенциал человека разрабатывается им самим, от того, как он умеет с собой руководить. Каким образом он к себе прислушивается, каким образом он занимается своим образованием, каким образом он занимается своим здоровьем. Вот эти вот все факторы, которыми занимается человек, они входят в состав человеческого капитала. В человеческий капитал у нас входит что? Образование, профессиональные навыки, здоровье, безопасность, культура. Вот эти все основы входят в человеческие капиталы. Именно с этой точки зрения у нас должно рассматриваться микроэкономический подход к исследованию. А уже непосредственно человек обладает таким понятием, понятием персональных финансов. Это все деньги, которые у вас находятся в крышетке. Опять же, финансы, слово финансы. Само по себе говорит, что это бюджет прежде всего. Сколько он может взять денег, кредит и так далее. Мы еще остановимся, наверное. Я еще формулы вам тут покажу. Основными макрофинансическими условиями повышения человеческого капитала являются качественное финансирование отраслей социальной сферы. Поддержка и создание условий для бизнес-среды в социальной сфере. Гармонизация регулирующих функций финансов на всех уровнях финансовой системы с целями качественного и экономического оборудования. Но вообще, как бы вот нас учили, что если идет кризис, это не обязательно, что это плохо. Почему? Потому что во время кризиса формируется качественная среда экономического роста. Вот. То есть, что значит качественная среда экономического роста? Некоторые предприятия пересматривают свою политику, правильно? Плохие предприятия уходят с рынка, приходят новые, которые используют более инновационный подход. Поэтому качественный экономический рост, он именно зарождается во время кризиса. Поэтому финансовый кризис, его можно рассматривать с нескольких позиций. Позиций того, что он как бы влияет на снижение трудового нашего актива, на увеличение безработицы. Но, с другой стороны, именно в этом процессе происходит заложение, возрождение качественной среды. Кризмут качественной среды, в том числе и человека. А вот скажите, какой у нас самый старый институт в обществе? Самый-самый старый вредный институт. Суми. Вы точно не знали. Самый старый институт, это институт семьи. Он практически создан от самого зарождения человека и существует до сих пор. Так вот, эти исследования института семьи, можете себе представить, что у нас вообще не проводились, как бы, на это не обращалось внимания. Пока в 68-м году, Нобелевский лауреат в Веке разработал подход к человеческому капиталу. Экономический подход к человеческому капиталу. И там, как раз, рассматривал семейную ячееку. Ну, сейчас, конечно, у нас уже в России начали на основе вот этого экономического подхода к человеческому капиталу делать исследования. Вот, в частности, я нашла недавно. Вы, по-моему, преподаете, да, какой-то предмет, тоже по человеку, этика, ну, это будет. А у нас сейчас вообще будет управление человеческими ресурсами? Очень хорошо. Управление человеческими, именно экономический подход к поведению человека. Вот это будет очень интересно. Это как раз, знаете, сейчас у нас в академе как бы рассматривается, мини-экономика делится на мини-экономику предприятия, и нано-экономику уже выделяют. То есть, это именно, ну, экономика финансов человека. Очень интересная наука. Вот, кстати, персональные финансы тоже очень интересные. Я вот там посмотрела, там такие интересные рациональные забыли. Ну что, начнем с табличного варианта. Значит, что, чем у нас характеризуется? Здесь, значит, представлены среднегодовые тенды прироста, снижение основных социально-экономических показателей. Ну, в частности, здесь видно, как видим, вот по годам, вот здесь, по годам, представлены средние коэффициенты развития, да? Да, да, средний тенды прироста. Ну, вот видим, что у нас среднегодовая численность занятых в акономике, как бы пошла на снижение после 2006-2010 год. Темп прироста прирастал более низкими темпами. Включились численность безработных тоже прирастала более низкими темпами. А более высокими темпами. То есть, как бы, кризис, он характеризует тем, что увеличивается число безработных. Численность пенсионеров тоже у нас повысилась. Ну, численность пенсионеров – это демографический фактор. Реальные денежные доходы населения. Произошло снижение, да, видите, снижение прироста. Реальная начисленная зарплата тоже снизился прирост. Воловой внутренний продукт снизился. Расходы на конечное потребление. Ну, вот видно, что, значит, в отраслевом производственном разрезе экономики тут у нас произошло некоторое снижение темпов прироста. То есть, как бы, кризис, он дал о себе знать не только на человеческий фактор, но и на отраслевой производств. Пооборот, розничные торговли темпы подснижались, платные услуги и так далее. Вот. Ну, еще я тут хотела обратить ваше внимание. В таблице мы уже, вот в этой таблице мы сможем просвидеть с вами, значит, эффективность используемой персональных финансов. Каким образом? Значит, вот если мы посмотрим показатель фактического конечного потребления, где он у нас? Да. Фактическое конечное потребление, да? Он у нас немножечко снизился. Оно как бы превышает расходы. То есть, потребление, когда потребление превышает расходы, это о чем говорит? О том, что человек, как бы, еще дополнительно использует различные источники финансирования. То есть, здесь, возможно, будет задействована финансовая система нашего государства. Так. Ну, и здесь, здесь вот, у меня мышка внизу ушла, тут не видно. Еще показатель по пенсионной системе тут есть. Значит, и здесь, как бы, будет просматриваться не эффективность, а распределительная. Вы знаете, что у нас пенсионная система, как бы, является... Существует несколько двух типов. Распределительная и накопительная система. Вот государственный пенсионный фонд. Какой у нас относится к системе? Накопительная система. Вот базовая и страховая, это будет являться распределительная система. А накопительная, это уже будет накопительная система, которая, где у нас, сколько там... Вот, поэтому распределительная система, она не то, что немножечко, она очень даже неэффективна. И мы рассмотрим это, в этом исследовании, почему она неэффективна. В том числе и с точки зрения развития человека. Но для того, чтобы человек хорошо распоряжался своими финансами, ему необходимо иметь имагинативный капитал. Что такое имагинативный капитал? Это понятие... Значит, пью, господин Бейкер, в это понятие включается. Значит, только человек представляет свое будущее. Как он его планирует? Какие он ставит перед собой цели? Вот это вот именно представление образует понятие имагинативный капитал. Уже этот имагинативный капитал переобразуется в функцию прогнозирования. Прогнозирование является одним из инструментов по решению общественных проблем. Устойчивость этого процесса сформировалась в упоку государства рыночно-капиталистических отношений. Сегодня человечество располагает широким арсеналом средств, приемов, инструментов, методов, позволяющих осуществить научное прогнозирование и программирование, стратегическое и индикативное планирование социально-экономических процессов. С учетом общемировых тенденций. Может быть кто-то из вас подориентирует, кто интересовался развитием мировой экономики на долгосрочную перспективу? Смотрели кто-нибудь шагнозы? Обратите обязательно внимание. Я обращаю ваше внимание, это очень полезная отрасль знаний. И вам в работе, в анализе, для более глубокого анализа, это понадобится. Если вы хотите стать первоклассным экономистом, обращайте, прежде всего, на планирование и прогнозировать. Под прогнозом в общем смысле слова понимается система научно обоснованных представлений о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития. Экономическое прогнозирование – это попытка оценить последствия какого-либо действия или бездействия власти, бизнеса и общества. Важнейшая временная сценарная задача прогнозирования состоит в соединении тенденций, инерции с нормативным образом будущего. Ну, допустим, идет, вот я вам объясню, каким образом это все соединяется. Ну, допустим, идет у нас, когда идет просчет прогнозов, то рассчитывается инерционный сценарий. Допустим, вот шло развитие предприятия, вот одни показатели там выпуска, да, если провести прямую и дальше ее провести, то это будет инерционное развитие. Если мы хотим, как бы, допустим, создать там какие-то отклонения от развития, то мы будем уже создавать или оптимистический сценарий, то есть он пойдет вверх, или, допустим, бессимистический сценарий. Такие варианты развития тоже бывают. И вообще они, как бы, просматриваются, как альтернативные варианты развития. Вот эти все варианты с соединением инерции, тенденции, они будут образовывать не только текущий, допустим, прогноз, но еще будут рассматривать долгосрочный прогноз. Текущий краткосрочный прогноз – это прогноз до трех лет. Среднесрочный прогноз – это от трех до пяти лет. Долгосрочный – от пяти и выше лет. А уже сверхдолгосрочный, там уже на несколько десятков период рассматривается. Прогнозируется. Вот наш институт занимается комплексными прогнозно-аналитическими исследованиями. Ну, что рассматривает комплексные прогнозно-аналитические исследования? Комплексные – это когда рассматривается не только один фактор, а строится многопункциональная крылья. Это уже звонок? Звонок на перемену – пять минут. Отдыхать будем? Как вы, ребята, сидите? Да, будем. Сейчас я немножко выйду. Вот, и… Расрабатывается в нашем институте. Вот, центральная модель Рим. Значит, в эту модель входит несколько показателей экономических, как мы разматривались с вами, национального строения экономики и отраслевой сразу рассматривается, кумир и так далее. Ну, вот, и я вам покажу, как они на схеме будут. Вот это вот модели краткосрочного прогнозирования, вот это вот уже, как бы, она переходящая модель на среднесрочное прогнозирование, вот это среднесрочное, ну и долгосрочные модели. Межотраслевые в основном модели рассматриваются в нашем институте. Ну, уже если вы хотите, значит, сделать прогноз какой-то для предприятий или для отраслевого, для регионального развития, вы можете зайти на сайт и взять, допустим, показатели, вы бы вы уже из готового прогноза, краткосрочного, долгосрочного, и уже методом корреляционного анализа вывести свой, допустим, там, анализ, зависимость фактора, прочитать свой прогноз. Вот, значит, у нас в России какая у нас идет система прогнозирования и планирования? Значит, сначала вырабатывается гипотеза, потом делается прогноз. Вот у нас делаются научные прогнозы. Министерство экономического развития делает уже более-таки приземленные уже, как говорится, прогнозы, которые непосредственно идут на управление, на цели управления. Вот, но наши научные прогнозы тоже можно брать, именно вот для научных целей, и не только для научных, но и для целей хозяйствования, и делать какие-то свои там прогнозные разработки. На основе прогнозов, численных характеристик прогноза, разрабатывается сценарий. Что такое сценарий? Это, значит, описание. Ну, вы знаете, что наша экономика развивается с помощью экономических законов. Вот на основании этих экономических законов, на основании численных характеристик, разрабатывается сценарий. Сценарии у нас могут быть, допустим, пессимистичные, как я говорила, инерционные и наиболее позитивные. На основе сценариев уже разрабатываются концепции социально-экономического развития. Эмоция долгосрочного развития экономики, так называемая стратегия 2020 читали, нет? Вот на основе этой стратегии 2020, на основе концепции уже разрабатывается стратегическое планирование. Концепция 2020 как раз является стратегическим планированием. Уже дальше идет индикативное планирование, то есть разрабатывается методология. Каким образом каждое министерство будет у нас взаимодействовать в соответствии с стратегическим планированием. Ну и дальше целевые программы. Тоже, наверное, в курсе у нас даже есть сайт, целый сайт по целевым программам. Ну и вообще администрации, как бы они выкладываются, стараются целевые программы. Ну, допустим, программа развития ЖК, программа развития влахов и так далее. Вот это вот идет такая непосредственная цепочка взаимосвязи, которую необходимо учитывать именно для разработки целевых программ и так далее. То же самое на основе прогнозов, чтобы сделать какой-то прогноз, сперва даже можно углубиться в целевую программу, посмотреть какие там недостатки, какие там факторы и так далее. То есть эта система, она между собой взаимосвязана. Ну, сперва, конечно, разрабатывается гипотеза. И что такое гипотеза? Вот в обычной речи мы какие-то делаем предположения, используем свой модернативный капитал. Вот это уже является частью прогнозов. Ну, вот хотелось бы еще остановиться, очень интересный момент, что у нас экономики делятся на два типа. Один, бывает, уже мы переходим к финансовой системе, страны-должники и страны, имеющие накопительный потенциал. Вот, допустим, США у нас, страна-должник, да, у нее там государственный долг, внешний долг, превышает несколько раз воловой внутренний продукт. Это страна-должник. А кто имеет у нас накопительный потенциал? Китай. Ну, Китай, да, возможно. Япония, допустим, она имеет уже накопительный потенциал. Вообще, они средства, которые, наоборот, другим отдают в кредит. С преподаванием финансирования через финансовые рынки и посредством банковского кредита. Ну, вот у нас в России, как бы, она очень так интересно рассматривает, какой-то идет такое развитие, ну, и банковского кредита, и финансовых рынков. Ну, финансовые рынки, как бы, у нас отстают в развитии, хотя бы, чтобы они более опережали, опережающими темпами развивались. Ну, вот система НПФ, она относится к финансовым посредникам. Наряду с банками, наряду с боевыми фондами, наряду с фондовыми биржами. Вот, не государственные, наряду с управляющими компаниями, а вот эта система НПФ, она является финансовым посредником. Вот, ну, вы прочитали, да, чем они занимаются, финансовые посредники, и для чего они необходимы. Давайте дальше посмотрим. Вот основные функции финансовых ресурсов, распределение финансовых ресурсов, мобилизация сбережений, диверсификация рисков. Понятия всем знакомые, да? Да. Хорошо, отлично. Мониторинг качества управления компанией, менеджментом, осуществление корпоративного контроля, обеспечение транзакции в экономике. Что такое транзакция? Передвижение денег от одного индивида и так далее. Ну вот, в 2002 году был недостаток финансовых ресурсов, преодолел, устранил дефицит. За счет чего? За счет внешней конъюнктуры, внешних заимствований. Вот, кстати, слабо обращается у нас на внутреннюю эффективность, и по сельскому хозяйству это достаточно четко просматривается. Вот, в отраслевом разрезе это очень четко просматривается. Ну, и, кстати, вот сейчас должны идти структурные диспропорции развития. Ну, что такое структурные диспропорции? Когда это не отраслет, меняя свое, допустим, процентное содержание в головой внутренней продукции или в головой региональной продукции. Вот, центр тяжести сейчас должен смещаться на эффективную организацию перераспределительной деятельности, финансовое посредничество, финансовые рынки, на оптимизацию финансовой деятельности государства. То есть государство должно тоже пересматривать свою финансовую деятельность. Вот, что касается пенсионной системы, это задача номер один. Значит, каким образом делится у нас институциональный аспект структуры пенсионных накоплений в России? Ну, вы знаете, что у нас пенсионные накопления, они у нас в государственной пенсионной системе и в добровольной пенсионной системе. Вот как раз система НПФ, она представляет, является ярким представителем добровольной системы накоплений. Значит, сейчас уже идет как бы такая тенденция, государство как бы старается сбросить с себя вот эту накопительную часть на систему не государственных пенсионных фондов. По крайней мере, я это увидела четко в своем исследовании. Значит, институциональная сфера в структуре у нас таким образом распределяется. Финансовый бюджет человека. Это в основном персональные финансы. Персональные финансы составляют 70% ВВП. Вот это вот последний показатель. Представляете, какие-то огромные суммы. Какими огромными суммами владеет у нас человек. И вот этот вот сектор персональных финансов практически не изучен. Упускается целый сегмент 70% ВВП. Накопительные государственные системы. Ну, это выплата трансфертов государственных, где различные пособия, пенсия. Накопление на персональных счетах банков. Накопление в имущество. Недвижимость. Накопление финансовых посредников. Каким образом? Это все пенсионное накопление, учтите. Управляющие компании, пенсионный фонд, НПФ. Можете делать вложения в рынок ценных бумаг в виде обладания индивидуально. Так, ценными бумаги. Страхование страховых компаний. Поехали покупать и так далее. Это большое, большое. Ну, я прочитаю определение. Система негосударственных пенсионных фондов. Это разновидность добровольной накопительной модели пенсионной системы. Она как бы обособляет негосударственные пенсионные фонды от всех финансовых посредников. И уже в процессе функционирования, и посредством управляющих компаний, выбрасывает, значит, эти пенсионные средства, закупает акции, облигации, различные ценные бумаги на фондовом рынке. Причем покупает не только ценные бумаги коммерческих предприятий, но еще государственные облигации покупают. Государственные, там, всевозможные ценные бумаги. И таким образом, распределяя свои риски, диверсифицируя риск, управляет портфелем государственных пенсионных активов. Вообще, как бы, считается, что система НПФ – это наиболее такая надежная система, куда можно обложить без убытков, без определенных убытков деньги. Но это не поскольку в кризис развивалась наша система. Ну, вот представляется, дополнительный. Дальше. Реинвестирование накоплений в экономику России. То есть, вот здесь вот как раз сидит фондовый рынок у нас, вот в этом понятии. И при наступлении пенсионного возраста, ну, уже пенсии изымаются, в виде пенсионного капитала выплачиваются ежедневно пенсионерам и пенсии. Значит, логика развития ставит своей целью увеличение пенсионного резерва. Значит, какие факторы действуют на пенсионную систему? Внешние, экзогенные факторы, воздействующие на экономическую стабильность и социально-эффективность системы НПФ. Вообще, экономические факторы развития экономики. Среднесрочные макроэкономические тенденции. Краткосрочные, чисто субъективные политические решения. В меньшей степени долгосрочные демографические процессы. Вот это очень важно показать, потому что долгосрочные демографические процессы на систему НПФ в меньшей степени действуют. Государственная пенсионная система распределительная очень сильно зависит от демографических процессов. Принципиально отличительная черта накопительной модели пенсионного обеспечения. Ну, то есть человек как бы самостоятельно создает свою пенсию. Вот то, что человек, как раньше были, человек уходит на пенсию, государство ему платит трудовую пенсию. Государство, оно ему обеспечивает только минимум. А то, что человек заработал и создал свою пенсию сам, вот это уже будет являться как бы то, как человек видит себя на пенсии. Ну, это уже чисто такая реклама пошла. Ладно, давайте дальше посмотрим. Что у нас тут? Ну да, в соответствии с законодательством, естественно, развивается. Но я хотела обратить ваше внимание, что предприятия и физические лица должны участвовать в законодательном процессе. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь обязательно в Министерство экономического развития. В Министерство здравоохранения вносите свои предложения, то есть будьте творческими людьми. Вот собственное имущество, система МПФ. Пенсионные резервы и накопления я вам рассказывала, о чем они отличаются. Имущество предназначено для обеспечения уставной деятельности. Вот это имущество, за счет которого он живет. Ну и обязательства займов, пенсионные фонды тоже делают. Займов всевозможных, кредиторская задолженность и так далее. Какие тут интересные показатели? Это я вам рассказывала, резервы и пенсионные системы. Вот, я вам хочу сказать, что я когда поступила в аспиратуру в 2005 году, да, и как раз создали наш стабилизационный фонд. Потом уже пошло его разделение на фонд благосостояния. И как еще здесь? Стабилизационный фонд разделился, да. И я вот, когда взглянула своим свежим взглядом, увидела в нашей экономике небольшой негосударственный пенсионный фонд. Каким образом? Вот смотрите. Значит, пенсионный фонд, пенсионные резервы и пенсионные накопления, они как бы в своей структуре имеют вот этот вот страховой резерв. Страховой резерв, он страхует на кредит, то есть, если, допустим, не хватает пенсионных резервов и накоплений, вот, за счет кризисной ситуации в экономике, то в расходы идут средства страхового резерва. Вот так же у нас и в экономике. Когда не хватает денег в бюджете, откуда средства пройдут? Со стабилизационного фонда на развитие экономики. Поэтому вот система НПФ, как бы экономика, именно вот по этому принципу у нас уже пошло развитие. Значит, поступление средств от юридических, физических, доход от размещения пенсионных резервов на КФРИ. Раньше было на фондах, сейчас уже можно им недвижимость, вкладывать деньги, пенсионные активы, пенсионные резервы, правоприемство и так далее. Целевые взносы, плачка, благотворительные взросы и так далее. Это минимальный процент, но все равно как бы присутствует. Выплаты в государственные пенсии и покупные суммы по расторгнутым договорам и наследникам. Ну вот чем отличается система НПФ? То, что как бы любой человек, он может выйти из системы в любое время. Вот, допустим, вас не устраивает, допустим, вы можете выйти из этого фонда, да, или, допустим, перевести в другой фонд. Ну, то есть, как бы выбирать. Поэтому тут очень такая либеральная система. Пенсионный фонд, если вы вступили, вы из него уже никогда не выйдете. Ну, сейчас как бы предусматривается накопительная часть, а вот базовая тут, конечно, ну, реально вам удастся выйти. Да. Ну, вот актуально устойчивая система долгосрочный период просчитывается. Очень важный вопрос. Финансовое обеспечение старостью. Не забывайте о том, что пенсия впереди, и надо накопить на нее деньги. Можно на вопросы ставить и время ставить? Да, да. Вот у нас, подождите. Видите, развивается дефицит бюджета пенсионного фонда. В последние годы, особенно, да, это четко просматривается. Вот деньги из фонда благосостояния как раз и будут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Значит, расчет налогового времени. Вот если мы посчитаем, налоговое время, то оно у нас составит 31,3, 47,6. Вот видите, где-то в пределах 30% нас, государства, не нас, а будущее поколение облагает вот таким вот 40% налогом ежегодно. То есть он как бы накапливается. 40% в год накапливается на будущее поколение. Вот наши дети будут рассчитываться по нашим долгам в размере 40%. 40%. Вот такая вот у нас ситуация. Значит, здесь мы что имеем в этой таблице? Здесь представлена стоимость активов пенсионного фонда и пенсионных накоплений, и пенсионных резервов системы НПР. Как бы сравнивается два показателя. Итого у нас по стране вот такая вот сумма пенсионных активов. Значит, здесь мы сможем проследить с вами пенсионный... Ой, критис финансовый. Значит, вот у нас пошло, видите, снижение в 2009 году накоплений. Значит, в пенсионной системе и в системе НПР по пенсионным резервам финансовые кризисы отразиваются уменьшения. А вот по пенсионным накоплениям здесь наоборот. Пенсионные накопления не более так серьезно регулируются государством, поэтому здесь не пошло снижение. Значит, вывод такой, что система НПР выдержала 30 2008 года довольно устойчиво. Объем взноса в систему не сократился за этот период. Мы посмотрим это на графику. Значит, устойчивость пенсионного фонда вот по этой формуле определяется. Пенсионные резервы плюс доходы, минус расходы. Таким образом определяется устойчивость системы НПР. показатели демографические. Значит, численность населения, его рождаемость продолжительной жизни, макроэкономические факторы, социальные трудовые, пенсионные и так далее. Ну вот то, что касательно я рассказывала вам по человеку. Вот, допустим, значит, Гэри Беккер, он ввел такое понятие человеческий капитал и как бы показал, что на предприятии уже даже как бы можно учитывать этот человеческий капитал в бухгалтерском, даже в учете. И вот таким образом будет происходить увеличение. Ну, допустим, предельный продукт плюс расходы, которые тратятся на человека, равны, значит, его заработной плате плюс, что у нас тут цель? Потерянный заработок. Вот если бы, допустим, предприятие вкладывает инвестиции в человек, в человеческий капитал, то для человека уже, вот эти вот инвестиции будут являться потерянным заработком. Понимаете? Вот то же самое происходит и с пенсионной системой. Вот то, что за нас предприятие вкладывает в пенсионную систему в виде единого социального налога, вот это для нас является потерянным заработком. Вот уже человек непосредственно рассчитывает свой доход из зарплаты плюс доходы плюс кредитные свои обязательства, платежи кредитом и закладным. Вот. Поэтому вот таким образом происходит учет на уровне человеческого капитала. Да, система МПФ очень хорошо осуществляет непосредственностью рисков, взаимопроверку платежеспособности заемщиков устраивает. Поэтому, вот когда обращаешься в такие организации, они как бы, у тебя непосредственно идет двойной контроль. И вы контролируете, там, допустим, банк или какой-то Мегасо-Адпозиционный фонд, и она вас контролирует. То есть идет как бы обратная связь, взаимосвязь и взаимопроверка. Так, ну вот накопите. Очень интересно, давайте здесь посмотрим. Да, вот представители Всемирного банка в рамках реформирования национальных пенсионных систем. Ну, вы знаете, что Всемирный банк у нас осуществляет реформирование, ну, как бы, дает концепцию реформирования. Не только нашей страны, но еще и других развивающих странах. Они же разработали концепцию по переходу от распределительной системы к пенсионной. Ну, и вообще они как бы считают, что все, вся экономика должна вертеться вокруг пенсионной системы. Почему? Потому что пенсионная система, она именно прогнозирует развитие человека, обеспечивает развитие человека. Вот мы сможем посмотреть у нас, видите, на Украине это бывшая, вот они вводят снова, пенсия, как я говорила, государственная пенсия страховая, обязательная и накопительная, тоже, как и у нас. Вот в Чили, видите, в Чили обязательная накопительная, в Чили только накопительная пенсионная система, в Казахстан, очень удачный опыт у нас в Казахстане по накопительной системе. Они сразу перешли, когда у них был кризис, они сразу перешли полностью на накопительную систему, обязательную и добровольную. Довольно-таки у них неплохие экономические показатели в Казахстане. У них настолько структурированная экономика, просто вот заходишь ты и писать, и душа радуется. Нам, конечно, до этого еще далеко и далеко. Государство должно содействовать богатству человека. Вот именно такие должны идти тенденции, да? Именно богатство человека, создав при этом его все условия. Как ни с вами что? Ну, теория, я не знаю, об этом мы говорили. Вот, значит, идет, у нас, значит, у Министерства экономического развития совершают очень серьезную ошибку. Значит, каким образом? Очень многие аналитики совершают ошибку. Когда про счет идет, значит, по демографическим показателям, то дети, дети, расходы на детей как бы выпадают. Ну, людям необходимо содержать не только пенсионеров, да? А еще и детей. Вот идет расчет, допустим, столько-то пенсионеров на одного работающего. А сколько детей у одного работающего? То есть, ему надо содержать не только пенсионеров, а еще и детей. И очень многие аналитики делают вот эти ошибки. Ну, я потом покажу, как это у нас происходит. У нас уже 19 часов с подготовкой. А, давайте задержимся. Нет, у нас 12 часов еще не приезжает. значит, смотрите, вот эта вот накопительная система у нас по странам идет, по странам. Видите, вот эта накопительная это распределительная система. а вот такой в процентах от ВВП по странам. Вот. А вот такой будет прогноз у нас в 2050-м году в процентах от последнего заработка. То есть, накопительная система практически во всех странах будет увеличиваться. Современный этап развития. Докризисное развитие. Ну, так клиентская база к кризисному развитию. Значит, вот смотрите, самое большее вложение у нас самый больший процент по вложениям пошел на размер от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. То есть, один вкладчик имел от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Это физические лица. Ой, юридические лица. Физические лица. Тут немножко другая же ситуация. У нас тут до 1 тысячи. Видите, несерьезные были отношения на 2004 год данные. Несерьезные были отношения в системе НПФ. Сейчас немножко ситуация изменилась. У клиентской базы мы видим как бы по годам идет. Давайте вот посмотрим. Вот смотрите, как у нас произошел кризис. Это уже современные годы. Уже произошло перераспределение в системе НПФ. То есть, видите, количество действующих фондов у нас пошло на снижение. Значит, динамику клиентской базы что могут иметь. Количество участников человек. Количество участников количество. Вот это идет у нас пенсионная резерва добровольное страхование. Это обязательное страхование передает в системе НПФ. Видите, как бы сама обязательная система государственное страхование уже начала поддерживать систему НПФ. Ну и пенсионеры соответственно тоже у нас получают пенсию по системе. Ну тоже видите, показатели все идут вверх. Достаточно такая интересная ситуация. Ну вот если делать расчет в сопоставимых ценах, то на 2006 год до кризисная шло снижение пенсионных взносов. Это если делать в сопоставимых ценах. А если брать такие показатели обычные идут, что сам все в порядке. Так, темп роста. вот это у нас уже последние данные. Мы видим вот здесь собственное имущество фонда. Здесь у нас уже кризис шел. Видите, пошло снижение. Здесь уже даже страхового фонда не хватило было проедания пенсионных резервов. Но взносы, взносы, вот линия по взносам, она у нас не снизилась. Это в сопоставимых ценах тоже может быть неинтересно. Взносы вот это у нас из зеленой. Так, вот накануне тоже очень интересная таблица. Накануне кризиса куда система МПФ вкладывала свои вклады и куда страховщики вкладывали. Вот смотрите, вот эта вот Мордовая система МПФ вкладывала в основном производство, требования к нефинансовым организациям. Видите, шло вложение к производству. В финансовом, то есть, как бы, видите, на всем уровне шла диберсификация риска. А страховые компании вложили только в банковскую систему. то есть, тут шла минимальная диберсификация риска. Концентрация рынка МПФ. Ну, тут я тренды провела, посмотрите, как тут. Концентрация рынка очень такая, не очень стабильная. В основном у нас присутствует 20% занимает пенсионных активов занимает Газфонд. То есть, рынок очень довольно-таки монополизировал. Здесь у нас что? Ну, тут даже прогноз поставила такой простой по среднему варианту активов участников момент. Тут как бы специальный расчет шел по реальным активам. Вот это получился какой-то интересный график. Все видно, что вносы растут, реальные активы участника растут, средние ратные пенсии тоже растут. профицит системы. Что такое профицит? Доходы превышают расходы. Вот видите, то есть тут у них все в порядке. Да, ну вот у нас как-то начал развиваться кризис. Кризис с чего начинается? Вот тоже очень интересная значит. С чего начинается кризис? Схема разворачивания кризиса российской экономики. Происходила в 2008 году. сперва рынок признает. Рынок признает и начинается паника. Паника начинается, уменьшается поток доходов, поток кредитов и так далее. Совокупные расходы и сокращение в итоге объемов производства. То есть все взаимосвязано. Начинаете паниковать вы начинают паниковать ваши работники начинает паниковать работники начинается снижение объемов производства поэтому очень аккуратно себя видите когда наступают такие кризисы лучше давать позитивные показатели чтобы успокаивать общество как наша россия выдержала на фоне остальных стран кризис не очень красиво и вот демографические показатели старения вы в курсе что у нас происходит увеличение пожилых людей так вот всегда все считают увеличение пожилых людей старше способного возраста но еще помимо этого на пенсионную систему нагрузка людям надо воспитывать детей если мы souls to получится у нас нед за способных 20-20 через вас получается 40 процентов и того на 60 процентов трудоспособного населения сорок процентов нетрудоспособного населенияvollerade как она курс она работающая поэтому надо она это поколение еще много в будущей дороге рассчитывать нашему поколению и вашему поколению достанется двойная нагрузка. Ну что мы тут видим? Кто у нас? Доходы. Значит, когда начинается кризис, вот у нас тут помесячно рассчитано, когда начинается кризис, то начинается проедание сбережения. Вот здесь мы видим, что в потреблении начинается расход сбережений. Зарплата у нас снизилась, увеличился расход сбережений. Пошло проедание, накопление. Значит, для того, чтобы сделать прогноз, надо сделать корреляционное исследование. На основе корреляционного исследования выискиваются основные факторы, которые воздействуют на какой-то определенный показатель. Ну, мы видим здесь, допустим, как можно посмотреть, каким образом численность населения действует на количество участников системы, выкрахованных в УПС, обратная связь. Видите, отписательный показатель. Но связь сильная, 0957. И так далее. Вот таким образом выделяются показатели. Макроэкономические, демографические. Эндогенные, экзогенные показатели. У нас это экзогенные, там пониже эндогенные. Не прослеживаются. Вот и уже на основе этого у нас строится прогноз. Ну, а при промышленном комплексу будем проходить? У нас нет времени звонок. Просто нет, мы не оставили времени на лозу. Давайте предпринимать какие-то меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Это по дополнительным инвестициям. Это я все выложу. Вот единственную таблицу я хотела показать. Межкоцелевому балансу. Вот смотрите, допустим. Система НПФ. Система НПФ, видите, вкладывает не в само Сельское хозяйство, не в само АПК. А посредством банковской системы идет перераспределение. Система НПФ, пенсионные активы, вкладывает сперва, допустим, в российский хозяйственный банк, а потом уже идет непосредственно выдача кредитов АПК. Показатели по приборскому краю, видите, не очень хорошие. Вниз идет тенденция. Это относительный показатель. Кто-нибудь, может быть, доведется вам пользоваться фондовым рынком, то имейте в виду, что у нас создан индекс потребительского сектора, куда входит, куда в частности входят и сельскохозяйственные компании, в частности, геноваренная компания «Балтика» входит в индекс. Группа червенизова. Это же вот там учителя. Надежда Петровна Люфтса в кафедре информатики и статистики попросила от меня задать вопрос. Она находится, участвует в фонде благосостояния. Это фонд ОРЖД. Вот она говорит, по всем нормативам мне остался срок до жития 6 лет. Вот ей 68 лет, а срок до жития 65 плюс 19. Она сказала, что это за 6 лет мне будут давать пенсию, а потом в 74 я должна умереть и меня уничтожат. Конечно, на ее счету останутся денежные средства. Будут ей выплачиваться, распределяться эти денежные... Во-первых, то, что деньги находятся на ее счету, они как бы находятся условно. Они работают в экономике. То есть, она ежегодно, несмотря на то, что у нее деньги исчерпываются, происходит исчерпание пенсионного счета, на самом деле на них еще начисляется доход. Ежегодно инвестиционный доход где-то порядка 17% по системе НПФ. За минусом инфляции это получается процентов 10 где-то. За минусом инфляции. Таким образом, и будем еще ежегодно начисляться инвестиционный доход на остаток на пенсионную счету. Ну, понятно. За журтой не волнуется, живет на счету. Конечно, он будет уменьшаться. Есть еще вопросы? Пожалуйста, Андрей. Ну, вот, допустим, всю жизнь человек откладывает деньги, да, не доживает до пенсионного возраста. Эти деньги куда идут в дальнейшем? То есть, в государстве, то есть, да? Да, в следующем. Ну, вот, смотрите, допустим, да, человек откладывает постоянное отчисление идут с его заработка. То есть, получается, да, акция отчисления. Нет, накопительный есть. Вот, накопительный. Он не доживает до пенсионного возраста. Куда эти деньги, то есть, в дальнейшем, в принципе, не могут воспользоваться? Или она уйдет в государство? Ну, значит, по государственной я не знаю, а вот по системе НПФ там собираются обводить, уже, по-моему, уже есть наследование. То есть, как бы, наследники имеют право получить средства, которые они будут... А то есть или оно уже получает? Вот я бы, знаете, я вот... И вы знаете, что в моей обязанности как бы не ходят пенсионерами. Непосредственно пенсионеры, или внутри пенсионного возраста, этим занимаются динамом. У меня как сливое исследование, понимаете? Поэтому вот эти вопросы, нуансы, я их особо не владею. Единственное, на что я хотела обратить ваше внимание, еще раз уже пошли, как у вас там, значит, какие у нас перспективы в долгосрочном? В долгосрочном планируется реорганизовать систему пенсионного... Ну, систему пенсии таким образом, что человек будет сам определять, в каком возрасте ему выходить на пенсию. То есть, если, допустим, будет у нас накопительная система, он, допустим, захочет выйти раньше на пенсию, будет исчерпывать свой накопительный пенсионный счет, если он достаточно там средств накопит. Дальше. Будет пересматриваться возраст выхода на пенсию. Почему? Потому что в связи с тем, что человеческий капитал, у нас человеческий потенциал, тут на стране постоянно расходится, у нас очень хороший показатель, продолжительность жизни будет увеличиваться. Естественно, если будет увеличиваться продолжительность жизни, то пенсионный год как позже будет отодвигаться. Потому что пенсионеры будут активненько себя чувствовать, работать на экономике. Ну, понятно. Еще вопрос. Пожалуйста. Я вот вашу презентацию смотрел, может пропустил, но почему в этой презентации не оказалось на будущее о налогообложении? То есть, это налогообложение тоже непосредственно влияет на жизнь пенсионера и вообще на жизнь человека в целом. То есть, налогообложение. Почему? То есть, если нет будущего налогообложения, вот если мы посмотрим на будущее налогообложение, то известно, что акцизы будут увеличиваться и так далее. Там по многим параметрам будут увеличения. Это же тоже влияет на сумму, то есть, которую должен человек получать. Он может реально не хватить этих денег. Есть. Ну, это может и не хватило исследования. Знаете, что? Нет, есть такая таблица, я вам сейчас ее расскажу. Просто можете не показать. Индивидуально, давайте. Сейчас подожду. Спасибо. Спасибо.